всем привет дорогие друзья с вами как обычно пути добро пожаловать на обзор которых уже очень давно не было обзор посвящен значит фвц трейд тренинг оффлайн капу был онлайн кап кто-то на нем участвовал я уже забыл как делать обзоры но давайте вместе вспомним в карта dfc 2008 1 очень классная карта мне очень нравится она очень сложная техничная ну точнее пройти ее можно пешком но чтобы сделать хороший таймс надо конечно постараться в общем то все до этого был стресс-стресс-стресс здесь нам дают плазму и есть у нас два варианта либо мы делаем дадут жар туда в случае в цепи либо мы возьмем вот сюда в случае свыку 3 талия просто огибаем эту стену здесь у нас просто опять же стресс-стрейв и вот здесь очень интересный момент в принципе у кого-то по скорости могу получаться так что он перелетал немного конец пола мог прыгнуть здесь и следовательно мог просто сюда залететь и дальше пойти но по идее можно просто этот проплазмить это рампа у нас если что слик вот это вот слик здесь нам дают есть и далее нам нужно подниматься наверх меняясь стены обязательно полетаем нам дают ракету отбирает есть и в общем то далее у нас начинается небольшой ракетран здесь у нас тоже слик слик не совсем обозначен как слик принципе кто-то возможно даже не знал что что-то из этого слик но 2008 год ребята не судите строго так сказать 11 лет назад больше до 12 нет стоит 13 13 лет назад что рип математика в общем то здесь у нас два варианта я думаю один оба возможны т.м. но только один возможен вы q3 один из вариантов это скипать 2x вот таким вот способом в том что принципе стена слишком так сказать не высоко и это позволяет нам немножко и и заски мить и имея достаточную скорость мы можем отстрелиться наверх чуть-чуть от стены и залететь сразу сюда продолжая рам тем более что здесь еще и такая наклонная что дает нам даже больше пространство если бы она была вот именно где она начинается вот так вот шла мы бы наверное это не сделали потому что мы мы бы просто с крышка врезались хотя не знаю возможно надо было бы просто больше скорости делать тогда бы пораньше другой вариант это просто 2x делаем 2x и залетая можно даже полтора x можно не не 2x полтора и вполне достаточно я думаю что там даже сроки джампами можно залететь ну и здесь у нас финиш вот такая вот карта не за давать я пробегу попробую как-нибудь кстати говоря если кто-то боялся вот этих вот бордюров это очень классные бордюры 2008 году делали так как не делали как не делают сейчас смотрите то есть бордюр просто прямоугольник это не рампа как-то пусть вот эта труба да как там дальше труба будет это у нас обычный прямоугольник от которой мы можем сделать обычный хороший стабильный даблджамп единственное что все-таки эти бордюрчики да но они вроде как не особо мешали по крайней мере мне не знаю как вам ребят давайте попробую пробежать я сегодня ничего не играл вообще в дух так так что особо много не ждите в принципе в цпм естественно можно сделать всяких гб так далее и так далее можно сделать гб здесь и просто начинать пролетать и да еще один момент здесь вот эта вот стена нужно быть аккуратным то есть здесь не надо просто прямо плазмить здесь нужно немного по убывающей территории плазмить плазмить здесь сразу же плазмить наверх обретаем получилось слишком много скорости было я слишком поздно сделал он буст здесь просто заворачиваю такая вот карта я думаю разнообразие роутов надеюсь мы увидим дымках давайте смотреть темпу я только гоблина смотрел если что другие дымки не смотрел вообще и так пойти рейвен в 3 ночная рейвен хотел сказать почему ты не поворачиваешь а это вот и 3 письма соответственно плазма не очень хорошо забрался потому что зацепился скорость потерял не сохранил это тоже все время здесь значит какой вариант а вот про что я и говорил вот так решил рейвен сделать это смарт весьма смарт если у него плохо с спорных лайндами по каким вот селом то почему ты нет ну тихонечко рейвен играет в принципе о юге и юге надо было еще еще неплохой вариант неплохой находит себе костыли и не может набрать скорость но может найти костырей это очень хорошо это хороший показатель того что мозги работают у человека он не просто долбится пытается как-то если у него не получается он находит для себя решение помни 107 тут уже стрейт очевидно получше посмотрим как остальная часть карты пройдет здесь уже плазма получше сразу скорость сохранил пролетел дальше здесь то же самое они ну вот так решил тоже можно почему нет соответственно тоже быстрее не теряет скорость абсолютно тоже будет делать боится а вот знал ли что так он что там с их я не знаю я чуть не заметил с ликом ну вот злой томи что там с лик ну и финиш весьма весьма хороший финиш пился прошел радио кау стрейк немножко похуже как будто бы но это все практика хорошая плазма там много здесь быстрее все проходит наиболее четко вот несмотря на то что стрейк в целом похуже в остальном вообще ни разу не уступает если понятно потом шло спать зачем может он там застревал постоянно не зла бывает тоже скорее 1 может и знал что цвет не знаю зачем прыгать тогда можно выбирать скорость нормально на слике тоже хороший двоих службых судя по всему ни у кого нету проблем ой финиш такой медленный получился бы финиш побыстрее был в очень хорош тем каком полонус уже 105 лайком полонус покажи на что способен и забирался наверх вот не знаю как быстрее в принципе я думаю можно будет показать демку топ-1 пвц на этом раунде если она у меня есть но она должна быть я немного не подготовился так ну ракеты хорошие плазма хорошо все было хорошо и тоже очень быстро поиск не допускал он в принципе не нужен если скорость оба x ну и финиш не сказал бы что быстрый но можно можно чуть побыстрее хэппи тоже 105 по хорошей траектории стрейки здесь на нижнюю попал возможно на верхнюю быстрее возможно на верхнюю быстрее хорошая плазма ну немного не хватает я думаю прорицательных прорицательских подставить способностей потому что как бы спамит ракетами как будто бы не понимая как бы что будет дальше то есть если он сейчас выстрелит ракетой что он будет дальше не либо перенервничал либо еще что-то не знаю но в целом выглядит так то есть вы вам ну вот вам всем кто в минуте 05 у кампал у нас ладно еще вам надо понимать четко что если вам допустим там через три прыжка дальше надо будет залезать наверх значит у вас есть ракета значит вам надо лучше на верочку так сказать наверняка поднять начинать подниматься заранее попутно набирая скорость чем с память набирая скорость потом врезаться ее все потерять подняться и так далее это не очень не очень практично это ваш враг так сказать терять скорость это ваш враг особенно вы кутри от 77 ансельмо из польши наверно вы эти все советики так сказать знаете вы это все понимаете да но почему-то не делаете думайте вы думаете от каждой ситуации я вижу что ансельмо у нас достаточно опытный битрагер чем это фейк я не знаю очень хорошо ракета вот слабенько мог там и отстилет стрелиться вот он заранее заварки джан делает 4x ну по факту он наверно словил где-то только 3x страшно и финиш весьма 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 очень даже ничего темп экспеку 53 темп акса мы знаем темп акс очень хорошо играет пошла так сказать подготовка у всех до пвц только я не готовлюсь может и на нижнем быстрее за возможно по гости очень тоже хорошая плазма здесь был зацепил головой там эту рампочку наверху я думаю это не очень критично конечно от этого потеряет очень многое пойми очень хорошие ракеты много скорости сразу перелетел не ел он прыжок лишний и тихонечко как как наведлась и так сказать слезал финиш финиш хорош это скорее всего самый быстрый финиш так такой зон у нас пи не знаю так степ с 2 и 8 очень даже ничего в 3 поздравляю стоп он все очень хорошо пока не могу сказать ничего ходе пазма очень быстро полнена очень хорошо поднялся всем ракетой очень хорошо очень хорошо а зацепил здесь конечно много потерял я не знали удачки точно и просто завернул на финиш но почему нет почему нет так пусты темпа 518 тоже все мы его знаем давно он играет хорошая бустрая плазма и здесь очень хорошо очень хорошие углы белый стеночки от стеночки ракетчан от стеночки и от стеночки тоже делает лишний прыжок этот прыжок делать не надо если что заранее здесь поднимается и хорошо финиширует отлично просто отлично топ-2 поздравляю и топ-1 пи ран x не знаю кто ну и возможно пользу потому что вроде где-то на варкапах я видел уже пользу на пользу на это старичок ребят пользу на ветеран советский пифрагер очень красиво очень красиво классно исполнил плазму здесь тоже все быстренько пролетел очень быстрый подъем 900 с этой ракеты 300 1300 под себя шичко вообще просто восхитительно ребят зацепил тоже здесь но я думаю на фоне естественной карты по ее и как она финиш залетела красиво красиво на фоне все остальные карты то что вы зацепили то это этот пол перед 2x это вообще никак не влияет потому что карта сложная она реально сложная и не все будет получаться в каждом районе она комплексная очень поэтому я думаю большинство из вас забивала вообще зацепил зацепил окей я финиширую в любом случае не зацепил заебись типа все на этом все так давайте посмотрим если у меня есть а у меня есть демка вес по цпм а зачем у меня только цпм и 1 выку 3 за а вот а ясно зерга спасибо спасибо я не знаю ребят возможно у меня здесь что то есть а вот дэкс есть x487 на 2 секунды она на полторы секунды обожили к это гренадер не дэкс шайн это стрэндж ланд ребята победил скорее всего в этом раунде другой другой дэнки нету давайте смотреть эту это дэнка именно с дфвц полторы секунды разница с пользованом или загадочным и за так понизу собственно мы видим точно такой же ролик очень хорошо поднялся очень быстро подъем набирает не заметить вы замечаете он любит он пытается выбирать скорость в любом свободном месте так сказать потолка красиво красиво 487 очень классно я думаю что вот этот вот конечно здесь везде по чуть-чуть но основное я думаю это то что ты не зацепляешь пол перед 2x это очень много дает времени потому что ты просто не останавливаешься как бы быстро ты можешь тоже фреймом и зацепил ты в любом случае потерял вертикальную скорость ты в минусе так давайте дальше спам зондер 128 лагает зондер возможно что-то с настройками а я понял это демка значит из разряда я конечно поиграл но карта мне не понравилось но я отправлю вот это конечно кто бы знал что буду делать обзор возможно тогда он старался лучше но ну да погибай конечно это красиво но на фоне этого ну я не знаю ребят давайте пока поговорим о жизни 63 градуса подъем нормально это как здесь открытая температура моего ануса когда такие деньги вижу на варкапах ну неплохо что ему сказать что могу сказать хорошо хорошо молодец 44 красиво но красавчик а кривен начинаем обзор наконец-то с пм с рэйвана которую явно постарался играл целых полторы минуты ну я думаю больше времени и дал в этой 3 хотя не свое тело значит все тихонечко вставал здесь можно везде повернуть рцп все намного проще использовал тот ту же самую стратегию по наработкам так сказать очень быстро поднялся тоже делал значит ваникс не знаю зачем можно было разогнаться на слике и просто не сделать этот шанс но ладно оставил это на совесть и рейвана как а вот написано это соус джорджа это же грузия правильно то есть рейвен как бы грузин или нет а окей я забыл переименовать я понял хорошо радио кала прошу прощения идем по порядку любом случае 59 секунд так ну вот это не всем понятно в принципе кала если сейчас смотришь ты понял на ошибку здесь не буду снять уже ничего как бы рейвен в принципе сделал все достаточно маль угол надо выравнивать в любом случае даже если тебе позднить чуть-чуть ты должен привыкать ставить угол правильный сразу ладно ты начал с неправильным углом но впоследствии ты должен его выровнять хорошо подниматься потому что это тоже все время ребят подумайте просто вот он проползнил допустим наверх с плохим углом да про плазмит кто-то другой с хорошим углом точно в таких же условиях грубо говоря и будет плюс 300 а где плюс 300 а там еще и вылет то есть чем быстрее ты под чем лучше ты поднимаешься тем лучше тебя откидывает назад впоследствии плюс наращивается впоследствии ты всю карту завершаешь допустим них не с плюс 0 3 как вот от коалы например да не 59 и 5 58 потому что ты из-за вот этого хорошего подъема нарастил себе плюс на всей карте соответственно если и конечно же всех других участках карты ты нигде не зафейлил и 54 не знаю напишите мне если я какой-то душный но я пытаюсь просто объяснять какие-то вещи вдруг вы чего-то не понимаете думаете что вот я тут чуть 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 плазмить я вот так такой угол оставлю тоже значит проходил через за был джон г.б.п.к. о только хотел сказать г.б.п.к. делал только зондер и хэппи делает г.б. молодец красиво немного бесполезно в этом случае но красиво ты применяешь г.б. вране это очень хорошо так слик хороший слик там рампа дабл джамп и если что можно сделать и не дабл джамп было было бы намного быстрее возможно не получалось но выглядит все так как это ты просто всегда стрелял в рампу как вот нормально хороший финиш немного завтыкал конечно но бывает сорок восемь и семь православный геймрок ну давай геймрок давно я тебя не видел хороший джамп хорошо залетел г.б. неплохо неплохо вот видите выровнул кругл по ходу хорошо залетел тоже дабл джамп где возможно не хватает мышечной реакции какой-то вам ребят чтобы сделать этот дабл джамп на такой скорости вы не воспринимайте это как будто я вас не знаю булю что ой дабл джамп ты сделал ну и чмо нет я просто говорю что можно было сделать дабл джамп если у вас какая-то есть причина для вас очевидная по которой вы это дабл джамп не делаете например сложно неудобно не успеваю еще что-то это нормально я просто говорю мест так пельмень геймрок хорошая хорошая я все посмотрел надеюсь бог тебе поможет выйти из 48 пельмень 41 и 2 то не знаю почему на час пельмень и ходите на стримы и мы сейчас плюс мил часто поэтому убиваете так хороший хороший гб хорошая скорость все получилось хорошо ну начать неплохо весьма играет отстрел ракеты сразу а я еще и объяснил по поводу этой ракеты . скиднул 2x ой 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 и пену пельмень на стримах то у нас живет поэтому он знает какой раз здесь road очевидно ты не самого нашел до пельмень в общем с этой плазмой после подъема с плазмы вам нужен вам не надо жать левый клик мыши или с чем или чего вы стреляете на бинт какой пас control пробел xp и центр все что маус 5 у вас стрельба не надо жрать там такая там видимо так все сконструировано что будет намного быстрее если вы о чуйки или по параметру высоты будете уже примерно знать что вы у этого триггера и не то который забирает плазму риггер который дает ракету вы должны переставать стрелять и как только вам дают ракету вы должны сразу отстреливаться это будет намного быстрее вы не теряете вообще не сколько времени может чуть-чуть и много раз за меньше теряете времени чем если вы жмете покрыл фарди 39 6 просто имейте в виду когда такая конструкция что сначала у вас отбирают а потом дают и это происходит не одновременно очень-очень хороший ранд очень хорошо очень хорошо идет когда такая ситуация вам нужно от отжимать стрельбу либо доставать перчатку и сжать стрельбу тоже скипает на 2x у хорошей хорошей видишь в общем вы поняли да про это такое встречается много где просто где не нужно спамить левый клик точнее но сжать его да не надо жать стрельбу надо либо жать и стрельбу с перчаткой либо чуть-чуть подождать иметь терпение как бы отжимать левый клик прямо вот перед триггером а в общем train fire третье место молодец ангра чулей щенц из 83 птн фэкс из второе место вроде выглядит быстро да а где взять еще где взять еще ребят этот гб бесполезный был здесь все хорошо 3 гб но это нормально для тэфекса здесь конечно спамил но мне кажется ему больше повезло что он попал в нужный тайминг пошли гоня тоже скипал хороший финиш очень хорошо исполнил 38 3 ну и гоблин первое место поздравляю гоблин 36 и 0 очень хороший результат очень хороший здесь немного широкая сделал слишком широкий облёт на этом потерял времени здесь у него просто великолепно получилось он скипнул посмотрим обязательно скейли здесь тоже хорошо на под себя что потерял столбцов а это в принципе ничего страшного ну и сделал конечно же тоже ула давайте посмотрим таймске или еще особенно тот момент и он с плазмой заскинул я постараюсь объяснить как это произошло я думаю можно начать прямо сейчас пока он идет в целом я думаю никого не секрет что вы можете скимить потолок правильно вы поднимаетесь с плазмы наверх и если тайминг выстрела с плазмы совпадает с вашим с вашей позиции перед потолком в этом случае вы его снимите потому что вы грубо говоря или это даже не с кем ну такой-то полусским но так залез как вес короче это очень тяжело у меня у меня ни разу полтора не так не выходила вообще ни разу я не знаю надо ли показывать мою дамку я наверное не стану потому что кто захочет может найти ее на ю тубе я лучше покажу дамку вес по м к без по у нас есть значит тысяча восемь один 35 и 2 тоже весьма долгий облёк вот он как будто бы заскинул ну как-то как-то он выстреливает оттуда то есть тысяча сто вообще оттуда с плазмой финиш немного медленный но в целом нормально я перебил его на два фрейма или на три сколько там какие вот дела такая вот карта помнить бы где вот я открывал то вам не надо вот получает значит по минусу рэйвен томми ничего страшного коблин получает есть но в общем-то дымок немного но карта сма цифично и не всем она понравится это процентная так сказать информация но на этом все я надеюсь что я буду наверно мне теперь придется закончить эту серию обзоров по dfc трейдингов пайнкап назвать долгое не знаю как она на ю тубе будет умещаться ну в общем то на этом все следующая карта у нас идет dfc 0.1.6 от тамбурина тамбурина очень классный папер рекомендую его карты к прохождению а на этом все всем спасибо ребят всем удачи и всем пока